Бодрое утро, уважаемые радиослушатели! Я приветствую вас в программе «Формула права». С вами Владимир Рябинников. Сегодня мы будем говорить о расчетно-кассовом обслуживании в банках. То есть это как раз то, чем живет практически любое предприятие, без чего оно не обойдется. Денежные средства поступают к вам на счет. С этого счета они уходят контрагентам. Соответственно, наши доблестные банки помогают нам оплачивать наши счета, оплачивать все, что только можно, переводить деньги контрагентам, оплачивать налоги, это обязательно. И, соответственно, все, что связано с этим расчетно-кассовым обслуживанием, вот сегодня мы как раз и обсудим. Так, например, многие из вас, я уверен, не знают, что с 2008 года по решению высшего арбитражного суда взаимание платы за расчетно-кассовое обслуживание является незаконным. Там еще есть парочка введений, хотя 2008 год уже прошло достаточно времени, но все равно многие из нас не знают. Поэтому у нас сегодня в студии два замечательных эксперта, каждый в своем деле. Это Алексей Волощенко, начальник юридического департамента Банка корпоративного финансирования, кандидат юридических наук, Алексей, я не забыл, и Максим Асачий, начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования. Алексей, Максим, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну, вы как банкиры, вот так вот громко я расскажу. Ну, так что же это такое расчетно-кассовое обслуживание, и с чем его едят, и почему, кстати, до сих пор некоторые банки взымают плату? Я надеюсь, ваш банк не взымает? Без комиссии банковский бизнес, вообще говоря, жить так же не может, как и без процентных платежей. Вот. А назвать комиссии можно так, можно так. Я понял. Запрещены определенные комиссии. Вот эти комиссии банки не взымают. Тут как раз мне поможет мой коллега Алексей. То есть закон, что дышло. Куда повернул, туда оно и вышло. Правильно? Отчасти соглашусь, отчасти не соглашусь. Что касается расчетно-кассового обслуживания, да, это обязательная статья дохода любого коммерческого банка. В России три основных статьи дохода по банкам. Это проценты, которые плачутся по кредитам. Это расчетно-кассовое обслуживание. И операция, связанная с ценными бумагами. Это три основных составляющих. В Европе приблизительно в 30% соотношении доходы составляют как проценты, ценные бумаги и комиссии. В Российской Федерации за последние три года, после 2008 года, как правильно сказали, произошел определенный перекос. В основном сейчас это ценные бумаги и проценты по кредитам выданным. Что касается комиссионного обслуживания, за расчетно-кассовое обслуживание, я бы сказал, что большинство комиссий, которые взимаются, они законные. Как разъяснил высший арбитражный суд в своих решениях в отношении физических лиц в 2008-2009 годах, комиссия за оказанные банковские услуги, они все законные. То есть должно идти конкретное оказание определенной услуги. Если есть оказанная услуга, то за нее можно брать определенную плату. То есть это как в том анекдоте, то есть прокатило 10 тысяч долларов, что это за прокатило? Вычеркивайте, не прокатило. То есть если банк четко указал, за какую услугу он взимает деньги, то тогда это прокатило, правильно? Совершенно верно, но при этом эта конкретная услуга должна быть реально оказана. Не вымышленная услуга, а именно реально оказана. В частности, в 2008 году арбитражный суд при вынесении решения в отношении физического лица, который платил комиссию за выдачу кредита, он ее признал незаконной. То есть логика была в чем? По договору о кредитовании есть физическое лицо как заемщик, есть банк как кредитор. Кредитор обязан выдать заемщику денежные средства. Соответственно, заемщик обязан оплачивать процент и вернуть основной долг по кредиту. Получается, что за выдачу кредита платится комиссия за обязанность банка предоставить физическому лицу деньги. Банк берет с физического лица еще 1%, ну как стандартно, 1% в себе в доход. Но и арбитражный суд посчитал, что это незаконно, потому что нельзя брать за обязанность банка, это не услуга, это обязанность банка выдать денежные средства, какие-либо-нибудь проценты. При этом он также посчитал, что незаконно ведение судного счета. Это обязанность банка в соответствии с требованиями Центрального банка, ну, с определенной бухгалтерской терминологией, где открывается судный счет, куда зачисляется денежные средства, и все операции, связанные с кредитом, учитываются по этому судному счету. То есть это обязанность банка, это не услуга, которую банк оказывает клиенту. Поэтому тоже комиссия за открытие и ведение судного счета была признана незаконной. И большинство банков в настоящий момент в принципе такую комиссию из своих договоров о кредитовании убрали. Это что касается кредитования. Сейчас, одну минуточку, нам, кстати, очень интересно, а вот вы, уважаемые радиослушатели, платите какие-то комиссии? То есть пока вы судорожно просматриваете свои договора с банками на расчетно-кассовое обслуживание, или как, что банки вписали, то, пожалуйста, звоните нам по телефону прямого эфира 65 10 99 и 6 код города 4 9 5 либо напишите нам на сайте финам.фм. Нам очень интересно, как наши радиослушатели, что платят, а что не платят. Если же у вас есть вопросы к нашим замечательным экспертам, потому что, в принципе, действующие банкиры прямо здесь, в прямом эфире, стреляйте с удовольствием. Наши замечательные коллеги Алексей и Максим ответят на ваши вопросы. Итак, мы сейчас поговорили о физических лицах. За эфиром мы с вами перешептывались, что то же самое сейчас ожидается в отношении юридических лиц. Ну, нюанс следующий. Мы на самом деле сказали не все то, о чем говорили за эфиром в клуарах. А мы обсуждали там тему о том, что начинается и уже, в общем-то, довольно большая волна идет исков и выигрываемых процессов к банкам по изъятию из их цепких ручек уже ранее полученных незаконных комиссий. Но эта волна идет, насколько я понимаю, только в отношении физических лиц. Но сейчас создаются уже юридические, скажем так, основания для того, чтобы эта волна пошла и в отношении комиссий удержанных с юридических лиц. Это логично, потому что на самом деле у нас физические и юридические лица, они уравнены в правах, да, за исключением только уголовной ответственности. Или поправьте, если... Ну, не совсем я соглашусь. У нас в отношении физических лиц, почему? Что являлось не камнем преткновения, а стимулом для принятия высшим арбитражным судом решения в отношении комиссии по выдаваемым кредитам, это закон о защите прав потребителей. Статья 16, где прямо предусмотрено о том, что при оказании физическому лицу какой-либо услуги нельзя навязывать другую услугу, причем платную услугу. То есть, если я хочу получить именно одну банковскую услугу, получить кредит, то мне нельзя говорить о том, что ты должен платить за открытие и введение судного счета. Это прямо предусмотрено федеральным законом. А что касается логики арбитражного суда, которое было изложено в письмах 146-147 от сентября прошлого года, то разъяснение... Тех, кто не знает, что такое письма 146-147, уважаемые радиослушатели, ничего страшного. То есть, ваша жизнь от этого никак не изменится. Ну, я вкратце расскажу как раз этими письмами. Высший арбитражный суд дал разъяснение в отношении комиссии, которые взимает кредитная организация в взаимоотношениях между банком и юридическими лицами, обобщив тем самым практику, которая была, сложилась за предыдущие пять лет. Ну, логика, в принципе, есть, вынесенные в арбитражный судом, она также транслируется из предыдущей практики с физическими лицами о том, что если услуга не оказывалась, реальная услуга, то за нее платить нельзя и не стоит. Если банк взял эти деньги, то, соответственно, заемщик имеет право в течение трех лет по сроку исковой удовольствии вернуть эти денежные средства в полном объеме плюс проценты за пользу чужими денежными средствами. Вот, это есть. все вернуть. Да. интерес состоит в следующем. пока есть практика уже достаточно обширная, насколько я знаю, изъятие незаконно полученных комиссий, отсуживание с физиков. но объемы, ну, серьезный юрист вряд ли возьмется за что-то там, ну, меньше, я не знаю, миллиона... в России особо не распространены. об этом мы поговорим в нашей следующей части, а сейчас мы уходим на новости. Я напоминаю, телефон прямого эфира 651099,6, код города 495. Напоминаю, телефон прямого эфира 651099,6, код города 495. Написать нам можно на сайте finam.fm, задавайте ваши вопросы, платите вы за расчетное кассовое обслуживание, не платите. Конечно, можете, хотите, назовите банк, хотите, не называйте. Максим, мы остановились на том, что иски со стороны физических лиц подаются, подаются, что юристы неохотно берутся за маленькие объемы, коллективный иск у нас не так распространен, а может, юристы просто его боятся? Ну, понятно, что, конечно, вот старушка пятачок, а вот тысяча старушек уже, вот, но повторяю, да, практики коллективных исков в России нет, массовые процессы, вот этот масса, торча, да, это не, 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 не российская, как бы, практика, там эти адвокаты, которые занимаются процессами в Соединенных Штатах, это вообще богатейшая каст, летающая на собственных самолетах, у нас такого нет, но, смотрите, комиссии, которые платят крупные компании банкам, это уже очень солидные куски, там, миллионы рублей, которые, в общем-то, любому не очень зажавшемуся юристу весьма могут быть интересны. Ну, с юристами понятно, давайте мы сейчас вернемся к Юрикам, так чего, что, что нас ожидает, будут, будет точно такое же, не будет, Алексей там тянет руку прям, не тяните, не тяните, стреляйте прям. Ну, что касается юридических лиц, здесь надо сказать, что позиция с юридическими лицами более опасна для кредитных организаций, как правильно ответил Максим, иски могут предъявляться на более крупные суммы, потому что юридические лица, это основные заемщики любых банков, они берут суды в большом объеме, да. Банки готовятся к этой волне? Банки уже, в принципе, готовы к этой волне, она уже началась с сентября прошлого года, ну, как вот было принято решение лучшим арбитражным судом, но скажу так, что не все заемщики будут готовы судиться со своими кредиторами. Дело в том, что тот или иной банк, который предоставил суду юридическому лицу, и если этот юридическое лицо в последующем будет обращаться в суд и истребовать эту комиссию, которая была ранее им предоставлена, они просто больше не получат кредиты в этом банке, им придется ходить по рынку. Мало того, еще при каждом кредитовании нового физического и юридического лица банк проводит так называемую проверку своего заемщика, смотрит на его практику, на его историю, с кем он судился, какие у него судебные процессы есть, и, соответственно, эта информация общедоступна, она есть на сайте высшего арбитражного суда. Если банки видят о том, что этот заемщик судится и активно судится со своими кредиторами, в частном случае с другими банками, он 10 раз подумает, придавать ему кредит или не давать ему кредит. Давайте мы сейчас конкретно разберем с нашим радиослушателем вот ситуацию, потому что платят, не платят, за что платят, может быть, им какой-то сможем дать совет. Алло. Алло. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Марк. Здравствуйте. Спасибо большое за актуальную актуальную тему. Буквально вчера у меня возникла такая вот проблема с комиссиями, связанная с одним из банков. Вот у меня в двух словах я обрисую ситуацию. Примерно год назад, покупая в одном из цветных салонов связи телефон, мне было предложено оформить кредитную карту. Вот эту кредитную карту, ну, будет третья, я ее оформил. Мне сказали, что будет производиться смс-уведомление вот о том, что она будет платно меня не предупредили. Ну, это как дополнительная услуга, я так понял. То есть ежемесячно меня списывалось в комиссии за обслуживание в качестве смс-уведомления. Карточкой я не пользуюсь, год не пользуюсь этой карточкой. Вот сейчас, находясь в отпуске, я получаю смс о том, что с меня списано обслуживание за ведение расчетно-кассовое обслуживание на год вперед. То есть на год, который будет в будущем. То есть на мое терпение уже переполнено, там уже сумма порядка 700 рублей. Марк, смотрите, это за расчетно-кассовое обслуживание или это же за карточку? Вот так иногда они пишут, что обслуживание кредитной карты или там дебетовой, вот виза, мастер-карт. Ну, честно говоря, можно уточнить, но, насколько я понял, это именно за расчетно-кассовое обслуживание. И причем, так как по счету происходит обслуживание на год вперед, то есть при заключении договора я оплачивал сумму, вот, соответственно, год прошел, из меня автоматически, так как карты кредитной средств на ней нет, в минус списывают средства. Вот, и по факту мне сообщают, что я должен. Ну, Марк, к сожалению, вы не видите, как изменилось лицо Алексея, но те, кто смотрит нас в прямом... А я еще назову, как банк называется. Ну, стреляйте, очень интересно. Все еще впереди. Вот, собственно говоря, вчера я обращался в этот банк, то есть в него очень сложно вообще попасть, потому что физических офисов у него там раз-два я общался, еще по факту мне заявили, что прям в офисе звоните в службу поддержки. Марк, вы прямо, слушайте, и Максим прямо оживился, и Алексей оживился. Стреляйте. Вот сто процентов это тот банк, который мы обсуждали в перерыве. Сейчас услышим. Я, извините, вот назову, это связной банк. Нет, не тот обсуждали. Ваши, ваши, не ваши опасения не подтвердил. Никому не советую обращаться в этот банк. У связного банка, молодой человек, у связного банка офисов столько, сколько, ну, там, я не знаю, это одно из самых... Я с вами согласен. Это одна из... Развитые, извините, да, что касается развитой сети в плане салона связи, да, где можно пополнить счет, там, и так далее. Но что касается вот решения таких вот технических вопросов, это вам там не подскажет. Ну, это понятно, потому что там... Они телефоны продают, они банковские услуги занимаются. Да, да, соответственно, у них еще есть как бы отделение. Дайте Марку советую. Марк, вот смотрите, ваша ситуация достаточно... Извините, резюмируя. Получается, сумма задолженности там порядка 700 рублей, то есть, ну, как бы, ее не существует с моей стороны, это то, что начислено банком, с моей позиции. Вот, причем на год вперед, то есть, те услуги, которыми я еще не успел даже воспользоваться. Вот, сейчас я хочу закрыть карту, и мне говорят, вы сначала загасите задолженность, которую мы вам начислили, а иначе мы перечислим вот эту сумму в бюро кредитных историй, и у вас потом будут проблемы с выдачей кредита в будущем. Ну, Марк... Вот такая история. Понятная ситуация. Могу вам дать несколько советов рекомендательных. Первый совет при любом обращении в любую кредитную организацию, прежде чем вы ставите свою подпись по тем или иным договорам или получаете кредитную карту... Извините, я тоже поясню. Там очень интересно. Там подписывают договор, но такая маленькая приписочка, а условия почитайте на сайте, вот там-то, там-то. Вот, смотрите... И там перечень условий, которые в договоре не прописаны, на них только ссылка. Вот, Марк, я понял, я вам сейчас расскажу, как надо действовать и как из этой ситуации выйти. Первое, при любом обращении в кредитную организацию надо ознакомиться с перечнем тех услуг, которые он предоставляет, и какие услуги платные или не платные. Обязательно надо будет просмотреть договор, который вам предоставляют для подписания. Посмотрите тарифы, которые с вас будут взиматься. Они тарифы вам обязаны предоставить в любой момент при первом обращении, при последующих обращениях банк обязан предоставить ему клиенту всю полную информацию о банковском продукте, который ему предлагает. Если вам не предоставили подобную информацию, банк нарушил ваши права, которые защищаются законом о защите прав потребителей. Есть нормы, говорящие о том, что потребитель должен получить полную информацию о товаре, о продукте, о услуге. Это первый момент. Что касается вашей ситуации, по поводу смс-информирования, это, скорее всего, была дополнительная опция, услуга, которую вы должны были письменно подтвердить. То есть, в той анкете, в том бланке вы должны были поставить свою подпись о том, что вы согласны, о том, что вас будут уведомлять, о том, что по вашей карте есть долг, нет долга, есть проводить какие-то операции. Если этой подписи нету, банк действует незаконно. Это неправильно. Марк, и вам, вы можете, на самом деле, уже сейчас отказаться от этого. Кроме того, если вы не пользуетесь кредитной картой, что мешает вам ее сдать и расторнуть договор? Совершенно верно. В любом случае, я ее заблокировал, но расторанный договор не мешает задолженность. Вот что касается... Подождите, тут у Максима как раз есть... На самом деле, Марк, я рекомендую вам поступить очень простым способом. Есть простой, эффективный способ в таких ситуациях, когда юридические процедуры, ну, наверное, сильно дорогие, ну, 700 или 600 рублей по сравнению с... Ну, сколько такие костя интересуют? Вот. Много, много. И мне приходили такие письма счастья. Да, я пытаюсь объяснить простой, очень дешевый, но очень эффективный способ. Есть сайт такой, называется банки.ру. Это основной российский банковский сайт. Там есть представительство этого банка. Там можно задать вопросы представителю этого банка. И форум этого банка смотрят очень и очень многие люди. Разместите. Банкиры обязательно смотрят. И смотрят огромное количество клиентов. У этого банка в день там уже посещение там за миллион. А какая аудитория Финам ФМ? Согласен, но там целевая аудитория, там банкиры и вкладчики. Да, да, да. И вот вы пишите вот то, что вы нам наговорили здесь. Вы просто излагаете. И уверяю, что вот это я думаю, вот для банка позориться за вот эту сумму гораздо дороже. И я думаю, что вам пойдут навстречу. Но постарайтесь изложить все эти факты очень хорошо. Ну и посмотрите, что сказал министр образования о картах этого банка. Это вас очень сильно порадует. Марк, кроме того, кроме того, если вдруг на банкиру не будет никакой реакции, то, пожалуйста, садитесь за листочек бумажки, берете ручку, пишете в Роспотребнадзор и отправляете это спокойно заказным с уведомлением либо сдаете там непосредственно им в управление. Реакция на данное письмо последует незамедлительно. Итак, взыскивая с вас 700 рублей в случае, если Роспотребнадзор найдет недоработки, нарушения законодательства, банк попадет от 100 тысяч рублей и вверх на штрафные санкции. Так получилось у меня, у меня тоже самое, такой маленький банк с Европой связанный, который тоже самое потребовал с меня 645 рублей ни за что. В результате они заплатили 180 тысяч рублей штрафа и все звонки, письма прекратились незамедлительно. То есть, понимаете, да? А вы оплачивали предварительно, обращавшись... Да вообще ничего, я уже расторг договор с ними, через 4 месяца мне приходит претензия, что якобы за снятие наличных в банкомате с меня удержали комиссию, это было в августе месяце, а снимал я якобы в апреле, и вот они у меня в августе начали с меня что-то требовать. Были посланы на курсы повышения квалификации, вот как я сформулирую. Поэтому прям не стесняйтесь, незамедлительно, либо банки.ру, либо в Роспотребнадзор. На худой конец, на финам.фм, пишите нам, мы поможем. И еще, Марк, совет такой будет, это совсем жесткая мера в отношении любой кредитной организации, я хоть и банкир, и понимаю, какие проблемы могут быть для любой кредитной организации, но любое физическое лицо может обратиться в Центральный банк. Центральный банк является нашим основным регулятором, который следит за соблюдением всех норм, требований, установленных Центральным банком и действующим законодательством в том числе. Для банков ЦБ это по сути министерство. Да, и, соответственно, можно обратиться простым путем обращения на сайт, на сайте есть колонка для клиентов, информацию о себе оставляйте, пишите письмо, и Центральный банк также незамедлительно будет разбираться в вашей конкретной ситуации, несмотря на то, что сумма небольшая. И остается последний, это суд. Суд 700 рублей, долго, долго, нужно. Да, долго и много потраченного времени. Мы прервемся на новости. Спасибо большое. Марк, спасибо вам большое. И так как мы услышали из беседы с нашим радиослушателем, платят, платят, и еще раз платят, хотя не обязаны. Слушайте, ну давайте в этой части еще затронем интересную тему. Тайна. Банковская тайна Полишинеля. А какой банковской тайне? Вы, Владимир, говорите, в России банки вынуждены раскрывать эту тайну ну почти вот всем. Все, кому не лень. Всем, кому не лень. Регулятору, налоговикам, прокуратура. Сейчас с 1, например, января банки вынуждены будут стучать на американских граждан. Ну это сильно. У нас и в Ульяновске открывается военная база НАТО. То есть мы как бы полностью интегрируемся в мировое сообщество теперь Соединенные что-то так называется. Банки, например, должны сообщать информацию, ну скажем так, почти о всех транзакциях, ну я не буду говорить конкретно о каких. Не надо. Список будет слишком длинный. Объемом свыше 600 тысяч рублей. Поэтому 599 тысяч это ваш выбор. Я понял. Ну да, тема достаточно интересная, учитывая то, что недавно 28 июня Путин подписал изменения в налоговый кодекс и в федеральный закон о банковской деятельности, как раз который затронул в том числе и такое понятие как банковская тайна. Ну я сразу скажу нашим слушателям, что понятие банковской тайны это такое понятие размытое. Определения нигде законодательного нету. Ну подразумевается то, что ваши операции, ваши денежные средства, ваши счета, их количество, но каждый сотрудник банка, центральный банк, агентство по страхованию вкладов обязан сохранять эту тайну и не раскрывать кому-либо вообще. И законом статья 26 предусматривает перечень конкретных юридических лиц и организации государственные, которые имеют право доступа к этой информации, к раскрытию этой информации. более того, за нарушение банковской тайны к банку могут быть применены штрафные санкции со стороны центрального банка вплоть до отзыва лицензии. Алексей, но данной тайны не существует. Ее просто нет в природе. Она прописана, но ее не существует. Я с вами не соглашусь. Все-таки банк соблюдает. Ничего страшного. Нет, банк ради бога может соблюдать. Вы обязаны отчитаться перед двумя товарищами. Это ЦБ и Росфинмониторинг. Это по любому. Мы даже за эфиром оговаривали. Росфинмониторинг обладает неограниченными возможностями по получению данной информации. А дальше у нас существует уважаемый радиослушатель межведомственные соглашения. То есть, да, например, я являюсь определенным там слушайте, бедной полиции как над ними издеваются, да, вот сейчас это сами аббревиатуру прочитаете управление по борьбе с экономическими преступлениями противодействию коррупции. Там аббревиатурку сами почитаете. Так вот, если они обращаются, они могут обратиться в Росфинмониторинг. Если у них не получается, то может там налоговое запросить, да, а Росфинмониторинг по межведомственному соглашению предоставит им всю необходимую информацию. То есть, получается, фактически, вы-то как банк банковскую тайну сохраняете, вы не сообщите никуда, но вы обязаны передать государственному органу всю информацию, а тот, в свою очередь, по межведомственным соглашениям, передаст ее дальше. Ну, а дальше, как вы прекрасно понимаете, подкупив инспектора санэпидемстанции, в конечном итоге вы сможете получить и эту информацию. Я понимаю, что я утрирую, я понимаю, что я утрирую. Но базы продаются, вы прекрасно знаете, холосально... Я нет, что вы, что вы. Да, достаточно дойти до ближайшего рынка компьютерной продукции и купить... Можно купить абсолютно все, что угодно. До рынка это очень далеко. Помните, как продавались базы, там, по-моему, 2001, 2003 год, вообще, по всем, как бы, транзакциям банковским. Вообще. Ну, тем не менее, хотелось бы отметить о том, что и те государственные служащие, и те органы, которые получают информацию о банковской тайне, по закону, обязаны ее соблюдать и сохранять. То есть, если банк предоставил информацию налоговому органу, и эта информация дальше ушла на другие... в другие органы, соответственно, налоговый может обратиться, если выявит факты налогового преступления в правоохранительные органы, соответственно, уже правоохранительные органы также могут запросить информацию у самого банка. Вот хотелось бы отметить из практики, скажем, личной такой, из банковской, о том, что правоохранительные органы иногда не понимают объем той информации, которую мы имеем, как банки, имеем право предоставить им. Это только исключительно справки и выписки по операционным счетам. А у нас правоохранительные органы запрашивают, кто открыл счет, кто внесен в банковскую карточку, предоставьте мне этот документ, предоставьте мне то, предоставьте им все. Мы, соответственно, им отказом публично и торжественно. На что правоохранительные органы очень сильно возмущаются, мы вас нам засудим и так далее. Я говорю, пожалуйста, вам дорога открыта, делайте, что хотите. У них есть законный способ, обращайтесь в суд, получайте санкцию на выемку и проводите выемку. По выемке у нас можно вообще любое дело забрать полностью, целиком для суда. Что они чаще всего и делают? По практике я бы сказал, что из 100 обращений одно только идет с выемкой. 1% из всех возбужденных и возбуждаемых уголовных дел, связанных с выемкой юридических дел, это где-то одно. И то по фактам крупным там мошенничеством и так далее. То есть вы хотите сказать, что мне везет, да, то есть по моей профессиональной деятельности я все время попадаю в этот процент, да? Ну, скорее всего, да. Потому что объем мы запрашиваем информацию банка постоянный, больше всего запрашивает информацию налоговый орган, это связано в основном с юридическим лицем, не с физическим. Хотел бы как раз здесь акцентировать внимание о том, что Путин внес изменения в статье 26 о том, что теперь информация налоговому органу будет предоставляться не только по операциям юридических лиц, но и информация по физическим лицам, по счетам, всем счетам, депозитам, расчетно-кассовым обслуживанию, ячейкам, все вот это налоговый орган имеет право запросить и истребовать. Ну, уважаемые предприниматели, не волнуйтесь, параллельно введен институт бизнес-омбудсмена. Слушайте, у нас названия такие вообще, потому что уже даже изначально должности, которые оскорбляют вообще человека. Человеческое достоинство. Не только его. Так вот, бизнес-омбудсмен вам поможет. Ну, вы понимаете, уважаемые радиослушатели, что я утрирую, и на самом деле с определенной долей злости, потому что все, как говорится, делается у нас через одно место. Извините, Алексей, я перебил. Так вот, расчетно-кассовое обслуживание. Сразу же задаю вам вопрос. Предположим, вам в банк пришло постановление судебни о наложении ареста на расчетный счет. Чаще всего это происходит на конкретном. То есть, у организации. Мы исходим с того, что у организации один расчетный счет в конкретном банке. Ваш, конечно, банк мы не затрагиваем. Вы мне как юрист скажите. Если у меня параллельно в банке открыт еще не расчетный счет, а, например, карточный на фирму, ну, корпоративная карта. Кроме того, у меня еще параллельно открыт депозит. У меня еще там какие-то счета есть, но фирменные. Так вот, при постановлении. По постановлении написано арестовать расчетный счет. Другие счета вы будете арестовать? Ну, вот смотрите, здесь вы правильно задаете вопрос в отношении, если данное постановление вынес именно суд. Если суд в своем решении в результативной части сказал о том, что это конкретный счет, то денежные средства будут арестованы именно на этом конкретном счете. Все остальные счета будут свободны для эксплуатации, пользоваться вы ими сможете. Если такое решение, ну, при остановлении операции арестом вынесет налоговый орган, то арест распространяется автоматически на все счета, в том числе на открываемые вами в последующем. Грубо говоря, у вас есть счет, его арестовали, ну, вы хотите в этом же банке осуществлять какие-то новые операции, вы открываете этот счет, автоматически, в силу закона, распространяется арест. Уважаемые радиослушатели, с налоговиками шутить вообще не надо. Это действительно лозунг, который заплатил налоги, спи спокойно. Здесь мы обсуждаем, ну, точнее, я хотел, почему я затронул, именно ту ситуацию, когда неизвестно кто там, ФСС или еще кто-нибудь, да, вот пытаются там взыскать денежные средства. То есть, если вы в одном банке распылили по разным счетам денежные средства, то, по крайней мере, в тот неожиданный момент, у нас судьи любят присылать нежданно-негаданно такие постановления, то есть, вы даже можете не знать, что, напротив вас суд, там, в каком-нибудь, я не знаю, городе, в Сахе, Якутии, например, там, в одном из городов взяли, вынесли постановление, взяли, заблокернули вам счет. То есть, пока вы это будете обжаловать, лазить, пытаться что-то сделать, лучше сразу предусмотреть и, открываясь, например, в банке корпоративного финансирования, открыть сразу карточные счета, куда можно складировать деньги, если они вам не нужны для оборота или для текущей деятельности. Соответственно, только что Алексей спалил весь колхоз и сказал, что он, как начальник юридического отдела, арестовывать ни черта не будет, только то, что конкретно прописано в постановлении. Но наш аналитик управления как-то очень хитро на меня смотрит. — Ну, в данном случае я абсолютно одобряю позицию коллеги. — Нет, это, разумеется, потому что все-таки... — Суд сказал, мы сделали. — Вот. То есть, смотрите, это как бы, да, мотайте на ус, уважаемые радиослушатели, если вдруг такие вопросы или такие проблемы когда-то у вас возникали. Вот конкретный выход из возможной ситуации. Понятно, да? Как сказал Алексей, что если налоговики придут, то они придут надолго и всерьез. Ну, и это моя рекомендация вам, действительно. То есть, вы можете все, что угодно творить, вы можете все, что угодно воротить, но налоги, пожалуйста, заплатите. Потому что даже чаще всего аббревиатура сотрудников полиции, которую я просто реально, извините, у меня не поворачивается язык ее произнести, по борьбе с коррупцией, и противодействию экономическим преступлениям, вот они-то как раз очень любят сначала, перед тем, как зайти к вам, посмотреть ваши налоговые дела. Кстати, в банке же тоже, да, есть налоговое дело. То есть, когда вы с расчетного счета выплачиваете налоги, у вас там, по-моему, в банках тоже существует так называемое налоговое дело. Нет? У нас есть юридическое дело, оно открывается в отношении каждого клиента, там, физического лица, юридического лица, но в него, как мы называем, складируются те документы, которые при открытии счета берутся. Это стандартный комплект документов, есть принцип «знай своего клиента», мы обязаны обновлять в отношении каждого. То есть, вы уже работаете по американским законам, да? Мы работаем по российским законам, и по требованию нашего регулятора Центрального банка. И на положение «знай своего клиента», да? Тут в США прямо закреплено законодательно. Ну, тем не менее, мы как бы объединяемся уже, глобальная экономика, нормы зарубежных стран потихоньку нам внедряются. В ТО, да, то же самое. Поэтому, да, к клиенту мы знаем, все, что в отношении клиента приходит, любая информация, любые запросы, также помещается в это же досье, и она хранится постоянно. Клиент имеет право ознакомиться с своим досье, то есть, у него есть такое право ознакомиться, что, как, какая информация. Ну, отдельно идут налоговые платежи? То есть, вы как-то для себя их структурируете, что вот это перечисление в федеральный бюджет, вот это перечисление по контрагенту? Конечно, даже по закону, по Гражданскому кодексу, что касается налоговых платежей, они стоят выше на порядок уплаты всех остальных платежей, по очередности. Ну, соответственно, первая очередность – это зарплата, вред, здоровье, ну, и все, что с этим связано, с выплатой физическими лицами. Потом уже, тоже на основании, кстати, решения Конституционного суда, было признано налоговые платежи, и с четвертой очереди перенесли их в третью, приравняли к третьей очередности. А уже потом идут все обычные платежи, связанные с расчетами, с контрагентами уплаты. Грубо говоря, если у нашего клиента не будет денежных средств или недостаток денежных средств на счете, то создается картотека, куда помещаются платежные требования, в том числе и налоговых органов, и по поступлению денежных средств на этот расчетный счет, они будут списываться согласно очередности. И, соответственно, налоговые платежи имеют превалирующее значение по списанию. Это же превалирующее значение будет связано и с банкротством этого юридического лица, как таковым. Так что, уважаемые радиослушатели, платите налоги, платите, я вас умоляю, а мы прерываемся на новости. В нашей прошлой части мы остановились на том, что если вы уплатите налоги, то на самом деле все остальное вы можете распылить по различным счетам, и вам будет никто не страшен. А сейчас все-таки я хотел бы вернуться в заключительную уже часть нашей программы все-таки к теме Кости Перестукина. Был такой пионер-герой, да, его лозунг был «Лучше я перестучу, чем не достучу». Итак, отчетность банков перед контролирующими органами, начиная с самого важного, наверное, Росфинмониторинг, то есть переводы денежных средств за границу, переводы денежных средств внутри, снятие наличных больше 600 тысяч, то есть вот все вот эти страшилочки, пугалочки, потому что на самом деле, мне кажется, что наши радиослушатели должны тоже знать о нюансах вот этой вот перипетии. Ну, есть у нас специальный закон под ФТ, так называемый, по пресечению, значит, отмывания... У нас аббревиатуры вообще под ФТ, да? Да, и финансирование терроризма, вот. Принят он был, кстати, буквально за считанные дни до 11 сентября в первом году, но все-таки в июле, то есть успели вот своевременно и пресекли на территории России, вот, поэтому они вынуждены были в Америке заниматься этой нехорошей деятельностью. Знаете, это шутка и злая, что мы выразили свои соболезнования, да, за три дня до трагедии. Да, вот. Это закон внуждает банки, ну, скажем так, стучать на клиентов в определенных... Ну, давайте скажем так. ...в определенных ситуациях. Есть некоторый порог. 600 тысяч рублей, и транзакции клиента, причем как физического, так и юридического лица, превышающие этот порог, ну, в пределах определенных законов, подлежат, соответственно, донесению в Росфинмониторинг. Ну, опять же, смотрите, если я заплатил все налоги, да, то есть у меня, ну, грубо говоря, большущая зарплата, ну, скажем так, 5 миллионов рублей в месяц. Я заплатил свой НДФЛ, я уплатил все. Вот я хочу прийти и тупо снять эти деньги. Не верю я банку, не верю. 599 тысяч рублей снимать, и все будет спокойно. То есть по 599 не надо... Нет, там все равно совокупно будет учитываться все транзакции, которые вы проведете. Вы правильно говорите, в каждой конкретной ситуации Росфинмониторинг будет отслеживать, что за операцию вы проводите. Но банк есть обязанность произвести информирование высшестоящих органов, центральная банка. То есть мы стук делаем через центральную банку, наша отчетность попадает туда, после этого она попадает в Росфинмониторинг. Есть операции, которые обязательны для стука, так называемые. Это то, что Максима отметил 600 тысяч рублей, если физическое лицо проводит операцию, либо производит снятие этой суммы, либо когда происходит крупное снятие, то есть борьба с обналом так называемым. Слушайте, ну не верю я, вот хочу я снять 15 миллионов рублей. Ну, если вы хотите снять 15 миллионов, мы должны посмотреть происхождение денежных средств ваших. То есть если денежные средства имеют легальное происхождение, то мы, соответственно, вам разрешим это снять. Все банки, все банки, еще подчеркиваю... Но все равно сообщите Росфинмониторинг, что такой человек снял 15 миллионов рублей. Обязательно мы на вас настущим, сообщим, скажем о том, что информация нами получена, мы обязаны это сделать. Потому что если банк этого не сделает, и при проверке центральным банком выявляется факт, то, что мы не настучали, это называемая просрочка по стуку. Да, это вам тогда втык. Да, нам втык, нам штраф. Штрафы очень крупные, серьезные штрафы. А за неоднократные нарушения отзыв лицензии. Это серьезные вещи. Поэтому банк обязан это делать. Мы будем стучать. Есть сомнительные операции, где мы сомневаемся. Как бы вот подозрения у нас есть. Мы тоже их в категории сомнительных. Мы информируем Росфинмониторинг. Пускай они сами там дальше разбираются. Если к вам претензии, как к налогоплательщику, с другой стороны, нигде нету. Происхождение денег понятно. Да, мы о вашей операции информировали Росфинмониторинг. Там ведется база единая. По каждому, по каждому, по каждому. И это там складируется. Информация копится. Слушайте, ну представляете, я представляю, сколько миллионов человек за вчера сняли 600 тысяч рублей в банке. Ну 2-3 миллиона в стране, наверное, сняли? Нет. Нет? Нет, нет, нет. Ну что, у нас страна не такая богатая. Вот. Ну и кроме того, Росфинмониторинг... У нас люди не такие богатые. Страна-то у нас богатая. Потом, вы знаете, все-таки в Росфинмониторинге не такие большие зарплаты, чтобы можно было уже очень так вот, ну скажем так, активно эту информацию творчески перерабатывать. То есть вот, я просто на что намекаю, что именно что объем вот этих операций, да плюс еще и мотивирование, это грамотная мотивировка сотрудников государственного органа, она предполагает, что, то есть не надо так сразу в паднике, что а, все, меня запалили, мой родной банк на меня настучал, вся жизнь закончилась, все пропало. Ну вы же помните знаменитую формулировку, что законы у нас суровые, но как бы спасение в их всеобщем неисполнение. Совершенно верно. Этот момент. У нас законодательство имеет характер, как вы знаете, такой, ну вот, характерный. Рекомендательный. Нет, оно у нас имеет такой выборочный характер, то есть... Знаете, извините, извините, я перебью, но я должен это обязательно слушать. Только в нашей стране, это я говорил вам тоже за эфиром, только в нашей стране существует такое понятие, что должен, но не обязан. Вот где-то так. Совершенно верно. То есть должен, но не обязан. То есть, по большому счету, ряд компаний могут проводить сомнительные операции. Или обязан, но не должен. Но при этом к ним никаких претензий с стороны, при условии, что банк настучит, как положено, всю информацию сольет, то никаких санкций применено не будет. Ну, возможно, здесь есть определенный государственный заказ, если кого-то надо посадить, если кого-то надо прижучить, всегда есть база данных по всем операциям. Я так и знал, что все все равно складируется в Ленинской библиотеке. Совершенно верно. То есть, если какому-нибудь чиновнику или государственному мужчину потребуется собрать информацию, посадить или не посадить, берешь, смотришь, принимаешь решение, выявляешь, все уже написано, все есть. То есть, имеет характер как бы карательный и целевой. И вот это важно. То есть, важно не грешить, а важно не попадаться. Вот, это первый момент. И второй момент, помимо вот этих пресловутых 600 тысяч рублей, ну, для недвижки там другой порог, полтора миллиона рублей. Вот. Есть еще один момент, связанный с некоторым списком. Просто существует список, это можно посмотреть в 115 законе, это все говорено, существует список, он закрытый, слава богу, не для всех. В котором, вот, как бы список террористов. И если в банке совпадает вот та и та фамилия в том списке и вот в принесенные вам, например, платежки, вот, то вы обязаны уже в данном случае не настучать, а вы... Своими силами задержать. Да, да. Позвонить, куда надо еще. Позвонить, куда надо, да. Вот. Вот этот момент... Эти-то быстро приедут, это я знаю. Эти ребята работают. И еще один момент, вот, буквально года 3-4 назад, ну, скажем так, до кризиса 8-го года, основной мотив, я не скажу причина, но основной мотив для уничтожения банков, ну, просто отъема лицензий, массу отъема лицензий, можно просто посмотреть вот эти, как бы, ну, упоминальные, что ли, материалы, да, в мотивационной части указывалось как раз нарушение вот этого самого закона под ФТ 15-го. Вот. Сейчас эта практика уже не в такой мере. Сейчас в основном мотивировочная часть отзыва лицензий это недостоверность в отчетности, плюс, там, ну, скажем, нарушение нормативов неоднократное. Ну, и создание резервов, так называемых, серьезной части. А что касается 115 ФЗ, еще надо затронуть такую тему, как вывод денежных средств за рубеж. Да. Вот финансовый мониторинг, вот здесь вот смотрят, конечно, да, физики снимают, там, по 600 тысяч, это понятно, но именно вывод, так называемый, когда все крупные чины Центрального банка выступают о том, что вот отток составил там 400 миллиардов у нас за это полугодие. И вот как раз этот отток, несмотря на то, что с этим все борются, но он существует, этот отток. Это так называемый паспортозделок, который заключается, фиктивный, неэффективный паспортозделок с зарубежными компаниями, по которым денежные средства... Алексей, вы так на меня смотрите, слушайте, не подскажете, вот как банкир банкиру, а там у наших государственных банков-то на Кипре есть какие-нибудь офисы? Почти у всех. Почти у всех. Что значит офисы, я сильно извиняюсь, банк есть, ВТБ, есть просто там свой банк, известный... А национальное достояние, которое горит синим пламенем, там Газпром, тоже, по-моему, на Кипре представлено, да? Ну, вот тут я свечку не держал. Я понял. Да, слушайте, так может, вот это оттуда выходит-то все эти 400 миллиардов? Так почему Кипр-то собирается второй раз кредитовать? Вы думаете, спасать же надо? Спасать же надо. Ой, а я бестолковый-то и не понял! Им уже один-то кредит дали, они теперь второй, они разлакомились, уже второй хотят. Но, скажем так, среднестатистического туриста, который переводит, например, не через нашу российскую туристическую компанию деньги, а сам желает, чтобы подешевле, опять же, да, у нас же кризиса нету, чтобы подешевле забронировать гостиницу, например, где-нибудь в Испании, да, вот тут-то как раз государство будет с лупой рассматривать, а с чего это он там какие-то, господи, ну, знаете, уважаемые радиослушатели, какое слово я подобрал, несчастные 300 долларов, вот за них как раз-то тут будут спрашивать и перепроверять. Нет, лупы тут не будет. Вот самая серьезная штука, которая бывает, например, вам пришло откуда-нибудь из Латвии счастье, ну, там, сколько-то там, десятков тысяч долларов, и каких-то документов вам, например, не хватает, и банк может просто сказать, а вот не отдадим. А если тысяча долларов пришло? Ну, вот это уж к Алексею скорее, да? Алексей хитро улыбается. Алексей хитро улыбается в каждый конкретный случай, надо смотреть в каждую конкретную ситуацию. Если деньги пришли из-за рубежа, ну, сказать, что это будет нарушением, это всегда хорошо, это как раз приток денежных средств в банковскую систему. Нет, вот я говорю, я оплачиваю гостиницу в Испании. Гостиница в Испании, вы оплачиваете, проблем никаких не будет, со вашего счета денежные средства спокойно будут. Вы представите договор о том, что у вас туристические есть, вы представите счета, ну, то есть вы документы принесете. А уставные документы гостиницы не надо мне представить? Нет, ну, до такого маразма мы не доходим. Пока не доходим, да, пока не доходим. Но, судя так, как развиваются у нас события с нашими регуляторами, они требуют, ну, почему я употребил термо «знай своего клиента», вот, наверное, скоро будем брать анализы для складирования, вот будем, соответственно, знать все в отношении своего клиента полностью. Да, ну, хотя я думаю, что вступление в ВТО позволит, наверное, снизить вал документации, потому что все-таки, мне кажется... ВТО для потребителя будет очень хорошо. Ну, мы уже плавно перешли от расчетно-кассового обслуживания к ВТО. На самом деле, уважаемые радиослушатели, пишите нам на сайт finam.fm, интересные темы ВТО с удовольствием обсудим, вот именно с точки зрения юриспруденции, как это все будет. В перерыве, когда читались новости, мы уже договорились о том, что наши замечательные эксперты обязательно проконсультируют вас по поводу аккредитива. Мы сейчас будем тогда с вами, как бы, обсуждать, когда можем выйти в эфир. Тема тоже будет очень интересная. Я благодарю Алексея Волоченко, начальника юридического департамента Банка корпоративного финансирования, и Максима Осадчева, начальника аналитического управления Банка корпоративного финансирования, за ваши замечательные комментарии. Я еще раз благодарю вас, вам спасибо, и мы прощаемся с вами до следующего четверга. Пишите, звоните, оставляйте ваши вопросы, мы с удовольствием на них ответим. До свидания.